Добрый день! С вами Дергачёв Инсайд. Мы благодарим всех, кто присылает нам донаты. Благодаря вам мы остаёмся независимыми. Сегодня у нас в гостях Жанар Чандоса, социолог и кандидат психологических науки. А, кандидат и кандидат психологических, здорово. Да, кандидат Маслихат, города Алматы. По какому округу? По 17 округу. 17. Хорошо. У вас детективная история. Жанар, во-первых, вас сняли с выборов. Потом вас восстановили. Потом ваша дочь Ася Тулесова тоже снята с выборов. У неё какая сейчас ситуация? Она восстановлена или нет? Или всё продолжается? У неё завтра будет заседание суда и станет. Ясно. Ну, я надеюсь, тоже её восстановят, потому что там тоже такая причина. Она зарегистрировала, не указала авторские права, о которых она не знала. И это, ну, очень такая причина уважительная, потому что, на самом деле, тот, эта организация, которая эти авторские права как бы записала, она даже её не уведомила. Нет никаких свидетельств того, что она там дала согласие или нет? Нет, она нигде. То есть она действительно про это не знала? Не знала. Ага. Вот давайте чуть шире, да, то есть поговорим чуть шире, посмотрим. Вот в девяностые перестройка были большие такие вот навесы ожиданий, да, то есть навесы ожиданий были у общества, в целом у Советского Союза, который, возможно, не предполагал разваливаться, а потом развалился. Но под эти навесы ожиданий были люди, которые эти ожидания осуществляли. И этих людей было достаточно много. Они генерировали новое, и это новое отправляли бы жизнь. Вот сейчас у нас есть хотя бы часть этой ситуации, когда есть некое новое, есть вот этот навес из ожиданий, который над нами висит, над нами, как Казахстаном, да, и есть ли кому эти ожидания осуществлять и развивать. Потому что, ну, власть что может дать? Да, может дать какую-то либерализацию, может дать какое-то небольшое вот это открытие бутылочного горлышка, а дальше все зависит от того, кто в него войдет. Какое у вас чувство по этому поводу? Мне тоже кажется, что сейчас ситуация чем-то похожа на девяностые, потому что именно в девяностые были полны надежд, и нам казалось, что что-то меняется. Во-первых, действительно не было все так ясно, как при Коммунистической партии, а появились очень много окон возможностей. И именно вот в это время многие организации, там, правозащитников, там, про, ну, вот, организации Жовтиса, там, то же самое Адельсёс, или многие организации возникли, многие университеты начали возникать. И вы вспомните, тогда было прямо какое-то буйство СМИ, было очень много разных каналов, тысячи газет, и жизнь болела. И в то же время, вот, было какое-то, вот, это даже, мне кажется, и преступный мир, да, тогда тоже были разные группировки, и вот эти всякие, те, я не знаю, какой-то там был, то ли, какой-то Арман, тоже какой-то Арман тогда был, и, в общем... Алмаз тогда. Алмаз, да, какой-то, рыжий алмаз, да, был рыжий алмаз, и всё это вот так действительно бурлило, и... Но, мне кажется, сейчас это, может быть, в десятикратном размере меньше, чем тогда, но всё-таки это повторяется, и у меня есть какая-то надежда на то, что всё-таки вот теперешнее окно возможностей, мы его... Постараемся в него каким-то образом проникнуть. Но, мне кажется, ваши параллели совершенно уместны. Мы профукали окно возможностей в 90-х. Какие шансы, что мы не профукаем нынешнюю небольшую форточку, которая сейчас открылась? Ну, действительно, это форточка в виде того, что, например, опять вернулись эти одномандатные округа, и что в Можилис уже там хотя бы 30% может быть. И вот это небывалое количество этих кандидатов в Можилис, оно вообще, ну, практически там 40-45 человек по каждому округу, вот из трёх округов Алматы. И в Маслихад тоже где-то, ну, меньше 15 человек нет, где-то там 18, где-то по 20. Но это говорит о том, что, во-первых, народ созрел, народ готов, и не только там... Это не только потому, что он как бы хочет себя показать, да, или там... Но, мне кажется, он, в принципе, созрел в том смысле, что есть необходимость, и есть какие-то сложились условия того, что мы уже лучше умеем и можем делать какие-то вещи, то есть участвовать в управлении. Мы уже знаем, что такое, как бы, принимать решения, советуясь с народом, да. И мне кажется, вот большинство сейчас, кто идёт и в Маслихад, и в парламент, они эксплуатируют, ну, можно сказать, используют вот девиз того, что они будут голосом народа вот в этой выборной власти, и что они будут служить мостиком между народом и принятием решений. И мне кажется, вот это самое главное. Пусть они... Это чаще всего, может быть, не эксперты в каких-то делах, это люди, может быть, которые меньше там понимают в транспорте, да, в развитии какой-то... Ну, я имею в виду с точки зрения Маслихата, в развитии там инфраструктуры города, или там энергетики, или там благоустройстве. Ну, эти люди понимают, что с помощью вот диалога с народом, когда ты строишь вот эти все мостики между жителями и отдельных районов, и вот этой властью, которая контролирует и которая создаёт какие-то вещи, ну, с точки зрения принятия решений. Вот это, наверное, самое главное. Вот это они мы должны гарантировать. Вы это понимаете? Вы туда зачем идёте? Вы социолог, вы человек на своём месте, вы выполняете свою работу. Вот вы сейчас идёте в Маслихат, да? Вы туда придёте, вы что будете делать? Ну, во-первых, вот у меня в частности, мало того, что я социолог, я долгие годы, ну, можно сказать, 2006 года, мы всё время боремся за открытый бюджет. Мы в каком-то смысле, ну, успешно боремся, потому что там с 38 баллов мы сейчас докатились, ну, дошли до 63, да? Что такое 38-60? Ну, значит, это индекс открытости бюджета нашего всего Казахстана, да? И вот если раньше мы... Это международный индекс. Это международный индекс, который как раз вот наша организация подсчитывает, и мы можем, ну, с уверенностью сказать, в чём вообще проблемы. И проблемы, они действительно есть, и в том, что отчётность у нас более-менее есть. И у нас встречи с Акимами есть, значит, даже туда приглашается население. Но как строятся планы, как решаются, какие улицы там мастить, какие ЛРТ строить, какие земли там использовать, вот этого у нас не... Эта власть решает сама по себе и потом ставит на сторону. То есть решения принимаются коллегиально, властью, не обсуждаются, и потом только результаты этих решений в лучшем случае попадают в отчёты перед народом. Да, я бы сказала не коллегиально, а наоборот, килийно. А, килийно. Ну, коллегиально ими. Да, и килийно. В основном это продавливается с разными, ну, не знаю, застройщиками, да, или там представителями тех, которые, значит, владеют там теплоэнергетикой, да. Вы придёте в Маслихат по 17 округу. Там сидят люди, которые занимаются в том числе хозяйственным обустройством. То есть в чём ваша задача? Мешать им работать? Смотрите, во-первых, мы хотим, чтобы в Маслихате не было такого засилья застройщиков и вот людей из бизнеса, которые заинтересованы в увеличении бюджетов на, ну, вот эти самые застройки. Проще говоря, лоббистов. Лоббистов. Потому что все они идут туда. В Маслихат это неоплачиваемые должности. Ты не получаешь зарплату. Единственный интерес у многих видов бизнеса участвует, чтобы получить какую-то там связи, близость к рассмотрению бюджета, возможность влиять на него, на какие-то ассигнования, на вот эти государственные программы. Ну, вот, например, у меня мой один из конкурентов, господин Набиев, он уже третий созыв, три созыва, значит, находится в Маслихате, ну, и получает подряды в то же время. Он, это тот человек, который вот будет ремонтировать этот наш сгоревший Акимат. Ну, и, понимаете, и даже... Уже вовсю ремонтирует. И вовсю ремонтирует тогда. Да, и это, конечно, конфликт интересов, потому что он же не будет голосовать против того, чтобы там деньги выделялись, хотя, может быть, там должно быть какое-то другое решение. Поэтому нам очень важно, чтобы я за то, чтобы у нас были разные виды бизнесов, и чтобы бизнес там тоже был представлен. Но мне кажется, что вот такие устойчивые связи, их надо просто ломать. И это совсем неправильно, когда из года в год они используются одними и теми же связями и практически лоббируют свои интересы. Ну, вот тот же Теренкурф обустроили же, обустроили хорошо. То есть есть же какие-то вещи, которые в городе делаются? Есть. Да, я согласна, есть. И вообще есть очень много вещей, которые меня в городе очень радуют. Но в то же время, вы спросите экологических активистов, многие, может быть, с одной стороны сказали, что нужно было сделать это по-другому, а с другой стороны стоимость того, во что это делается. Вот, например, они на Теренкуре сажают ёлки. Я, честно говоря, не... Понимаете, когда на Теренкуре сажают ёлки, это значит, что зимой там холодно, а летом там нет... вот от ёлок нет такой тени. То есть на Теренкуре должны всё время быть лиственные деревья. Но почему-то сажают ёлки, скорее всего, потому что ёлки дороже. И они как-то... в их бюджете, видимо, они более привлекательны. То есть вот какие-то мелочи, там, или там неработающие туалеты, или то, что к речке невозможно там спуститься, она теперь... у неё берега очень такие высокие... Замра. Да, и в реку. В сеточках, и такие очень... Ну, действительно, мы получили недоступность... Вот речки, да, как мы уже привыкли хотя бы там ноги помочить. Они могут говорить, что это безопасно, но с другой стороны, если ты в эту речку упал, всё, ты уже не можешь вылезти, потому что очень высокие берега. Ну, в общем, хотя что-то улучшается, но что-то делается не совсем... Я думаю, что это из-за того, что не без консультации с общественностью. И без контролей. И без контроля, да. А скажите, пожалуйста, в трёх-пяти словах, почему за вас нужно проголосовать? Во-первых, потому что... Во-первых, потому что... У вас ещё два слова осталось. Давайте короче скажем. Потому что я независима. Потому что я умению мыслить аналитически. И я знаю, как вовлечь население. Вот, наверное, вот это три... Независимость, аналитическое мышление, вовлечение населения во что? Принятие решений. Принятие решений. Здорово. А как вы... У нас же всё равно вертикальная власть. Да? То есть как вы относитесь к нашему президенту нынешнему, Токаеву? В какой-то... В каком-то смысле он меня... Понимаете, мы с ним знакомы в каком-то смысле давно. Да? И когда я ещё работала в ООН, а он был министром иностранных дел, и по роду своей занятий мы должны были контактировать друг с другом. Но я действительно его знаю с очень такой только хорошей стороны. Я, кстати, много читала его книг, и эти книги тоже такие интересные, потому что он пишет там о тех людях, с которыми он встречался, там о Марте Уолбрайт, там или о разных министрах, о разных... То есть это человек, у которого действительно большой такой опыт. Но вот есть вещи, которые разочаровывают. Это в том числе и тот приказ стрелять на поражение. Он был для меня очень неожиданно услышать именно вот такого довольно мягкого и рационального, разумного человека. Но, ну, конечно, это объясняется теми условиями, там, защитой власти, там, города. Но очень трудно вот эти вещи простить, потому что столько много людей невинно пострадали. И, кроме того, люди еще были лишены информации. Ну, был отключен интернет, и мы знаем, что многие вещи были просто... Люди о многом даже не догадывались, не знали, что вообще происходит. И вот это тоже было очень странное решение. Вот отключить интернет, чтобы лишить людей информации. То есть Кантар стал водоразделан? Мне кажется, стал и очень серьезно водоразделан. Когда мы сможем себе сказать, что мы понимаем, что произошло в Кантар, и мы преодолели эту травму? Я думаю, что если тот же самый президент позволит себе поговорить с народом, он до сих пор прячется. Вы посмотрите, вот все интервью, которые он дает, он дает, они, это заготовки, да, либо с людьми, с которыми он договорился. И, ну, несмотря на то, что у него есть какие-то инсайты, да, вот как на этом питерском форуме, да, как бы он делает шаг вперед, да, и потом два шага назад, когда, ну, делает какие-то там другие шаги, да, которые не популярны у народа. И мне кажется, надо больше доверять народу, и больше идти именно с народом на контакт, не бояться. Мне кажется, есть, ну, наш народ такой, что он, вот если к нему идти с открытой душой, то он все это поймет и, ну, и примет, и, может быть, я не знаю, но я не жду, конечно, такого какого-то публичного покаяния, или, ну, вот каких-то рабочих моментов, вот с точки зрения обсуждения вещей, которые там они планируют. И, ну, видно, что пока президент не очень уверен, мечется, да, и это видно в том, что как-то принимается решение, то будет референдум, потом вдруг начинаются выборы, потом еще что-то. И, ну, не знаю, надо больше, мне кажется, больше доверять народу, доверять вот этим событиям, которые случаются, и не бояться. Алматы достаточно вольный, независимый и сильный город с большим потенциалом. А какое будущее у этого города, и что надо сделать в первую очередь для того, чтобы город жил полноценно и развивался? Чтобы Алматы жил, мне кажется, надо развивать все регионы. Вот та ситуация, которая произошла в Казахстане, когда все вкладывалось, например, в Астану, и регионы вынуждены были тоже работать на Астану. То есть мы строили там всякие экспо, там жилые кварталы, дороги, и все это было в Астане, а это должно было быть естественным развитием всех регионов. Мне кажется, Алматы сейчас страдает, конечно, от того, что, понятно, здесь работа, здесь сам лучше всего идет бизнес, поэтому сюда очень большая миграция. Но если бы нормально и хорошо развивались другие города, и не было бы такого наплыва людей, и мы бы, наоборот, видели прелесть вот этих там... И там Усть-Каменогорска, да, и Семея, и всех этих... И Тараза, и Талдыкургана, и там Кунаева. То есть это все... Алматы, она же не сама по себе, да, она часть, можно сказать, ну, можно сказать, культурная, можно сказать, бизнес-столица, да, в каком-то смысле, но она живет все равно, и за счет регионов, потому что сюда люди приезжают, отсюда люди берут и там здесь учатся, здесь они отсюда там в основном переводятся какие-то товары, разводятся по всей стране. Но мне кажется, что если бы у нас было более равномерное, более естественное развитие других регионов, и это еще все тоже связано с бюджетом, потому что у нас какая-то порочная практика того, что бюджет собирается централизованно, потом перераспределяется. У нас должны быть изменены, значит, какие-то налоговые системы, в том смысле, что у нас больше должно быть... С помощью налогов мы должны регулировать потоки, вот эти миграционные. А мы должны создавать преференции, например, для развития регионов в большей степени, и мы должны с помощью вот этих налоговых вещей регулировать приток в Алма-Ату. Ну, а несколько городов в Казахстане, у которых есть бюджет развития. Алма-Аты как раз такой город. В Алма-Ате есть бюджет развития. Бюджет развития — это совершенно... Это мизерные деньги, это деньги на благоустройство. Он так называется, бюджет развития. Но у других этого нет? Ну, у других этого нет, но на самом деле... Ну, в Астане, например, есть. Но это что? Это ты можешь поставить беседку во дворе, да? Ты можешь там... Какие-то... Это совершенно маленькие деньги, но там максимум... Это, может быть, там, по-моему, 40 миллионов деньги, этот бюджет. А в основном это где-то 5-10 миллионов на наш дом берут. Мне кажется, бюджет развития — это в основном... Это инфраструктура. Понимаете, мы сейчас... Вот из-за того, что... Вот это... Не то, что не контролируем миграцию. Мне кажется, мы действительно должны позволять, кто хочет жить в Алма-Ате, пусть люди живут. Но это должно регулироваться с помощью вот налогов, цен. Если мы повышаем налоги на недвижимость, то это будет, конечно, уже в меньшей степени люди будут там сюда стараться приезжать и так далее. В чем системное решение? Поднять налоги? И в том числе и поднять налоги. С другой стороны, нам нужно все равно вкладывать в образование. И нам нужно... Вот с точки зрения образования, мне кажется, самое хорошее образование — это то, которое связано с производством. А получается, что у нас в Алма-Ате вот эти... Ну, производство у нас в каких-то других местах, да? А образование у нас там, допустим, в Алма-Ате или, может быть, в Астане, но мы же должны эти две вещи каким-то образом соединять, чтобы у нас были какие-то... Ну, эти парки, я не знаю, вот этот технопарк, который мы стараемся уже там 10 лет или сколько, 12 лет развить, он на его базе что-то построить, на самом деле. Но это невозможно. Но сейчас вот посмотрите, как хорошо развивается Караганда, которая в IT-индустрии, да? И слава богу. И нам нужны вот такие, как Пало-Альта, чтобы такие маленькие городочки, в которых это всё может развиваться, независимо от того, большой город это или нет. И мне кажется, пусть Алма-Ата остается какой-то там больше культурной такой столицей, да? И пусть вырастают новые тоже культурные столицы где-то в других местах. У нас, ну, к сожалению, не везде в Казахстане очень хороший климат, да? Вот это как раз вот Придгорье, это чудесное место, это восточный Казахстан может этим похвастаться, это юг Казахстана, где ты палку воткнёшь и... Сен-Кен, сколько уже у нас растёт? То есть там агломерация уже до 5 миллионов в общей сложности? В общей сложности, да. И, ну, понимаете, всё это должно быть, расти именно ещё с помощью транспортной системы. Почему? Мне так жалко, что мы эти 30 лет упустили и даже не построили новые железные дороги, мы не построили сети железных дорог, чтобы у нас вот эти грузы там быстрее двигались мыть. Автомобильные дороги у нас просто ужасные. И, ну, понимаете, сейчас говорю мне уже не только об Алма-Ате, но это действительно комплексное развитие Казахстана. И мне кажется, каждый город должен решать, где и как ему жить, но в то же время он должен понимать, что он является частью вот всего этого казахстанской аггломерации. Я, знаете, хочу, что сказать. У нас есть коалиция, называется «Анандер без депутатов». Это можно перевести как независимый кандидат. И туда входят где-то 15-16 человек, и мы специально распределили между собой округи, чтобы не конкурировать друг с другом. Класс. примерно вот эту одинаковую платформу проводить по всем округам. Кто-то в Турксибском районе, кто-то там в Ауэзовском, кто-то в Алатауском. И мы постарались как-то вот так себя по всем округам распределить, чтобы у нас есть надежда, что хотя бы кто-то из нас пройдет туда, и хотя бы мы будем иметь возможность решать, кто будет в Сенате. Ведь вы знаете, что этот Маслихат решает, именно, значит, кто будет посылает именно в Сенат, выбирает сенатора. А с другой стороны, мы сможем вместе контролировать бюджет, мы сможем вместе влиять на какие-то решения. То есть вот это, в этом наша сила. И я надеюсь, что вот это сработает. Шшшшш.